друзья я рад вас всех приветствовать на канале skyrd of road с вами константин у нас раннее утро и всеми любимые нивки на лесном маршруте у нас прошли дожди отличная погода конец лета и сегодня мы едем самый стандартный и всеми любимые и всеми объезженный маршрут это новый новосадовый через папайский перевал и до пшады то пасеки с ночевкой у нас на данный момент две машины сейчас еще ждем третью и будем стартовать давайте по машинкам и так него крокодил легендарная не побоюсь этого слова машина это дима штурман симбы вы его много лет назад могли на этой машине видеть на канале как она банда него водов да димон вот у димы она была всегда она никуда не девалась просто дима ушел в спорт там дела были но сейчас машина вот выезжает 1 и 7 мотор инжектор как видите вся на бамперах 33 колеса пневмоблокировки пары 2101 то есть 43 занижение раздатка за снижена три к одному лебедка в базе ну в целом такой автомобиль так шеви него новый владелец старый тоже в ней но штурманом сегодня шевик а мотор на шевики деланный стандартный мотор 30 тоже третье колеса сзади дисковые тормоза а кстати у димы тоже дисковые тормоза и сзади с лаповским и лишь тех на у тему и штехну и штехну усиленная до на 24 шлица все здесь сзади стопроцентная и штехна спереди преднатяг тоже мост сделанный ну смысле помененный тоже на дисковых тормозах это вот собственно рома бывший владелец приехал у нас третий наш автомобиль заметно да немножко разница в колесах на видео вообще короче ребята санечек впихнул 37 вот он маньячела да 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 расскажи так чувство саша тут очень много чего переделал перерезал у него слаповский мост на а-образнике и он сделал короче самоварные кайловерный так сказать то есть там все вот так вот сейчас вот так вот сделано как видите никаких бортовых и сзади лишь тех на полосе здесь пневмоблокировки хардблок здесь здесь тоже прямые то есть обычно не ложки и сарпом с приводами у саша стоит шестнарь с x-ray дополнительно радиатор ну как бы вот все красивенько тоже тестовый выезд у машины будем тестить будем смотреть как она едет но выглядит люто конечно да подвеска зажата на отбой это понятное дело но саша в принципе всегда ездил на 35 и ездит он аккуратно вот но прикольно перед лесом как сюда травим лес на сайте как всегда скидка 10 процентов по промокоду сколько лет уже пользуюсь работы да все четенько все видно это такая отравилка что на закручивает золотник внутри закрут и все я так не понял этот такой мажорный теперь откручиваешь вот это еще на следующий кольцо так как маршрут у нас сегодня ну так скажем лайтовый там еще сказали бульдозер прошел выровнял сложные места не знаю будем просто ехать мы едем просто отдыхать прикатывать прикатывается новый владелец к шевику плюс еще шевик сашин тоже тестирует да потому что передел очень много поэтому едем отдыхать сильно прям рубиться в кукурузе не будем едем на два дня поэтому скажу так что скорее всего этот видеоролик будет такой как сказать видео блога обзора да то есть не прям рубилова рубилова я порасскажу пообщаемся с людьми по заглядываем машины куда-нибудь там самые сокровенные к места и красивые виды заедем на облигу вот если погода даст то может быть их красивые виды увидим на пока пасмурно и не жарко что самое главное мы отправляемся в путь а вам приятного просмотра так вот уже почти рвемся в бой костян тут штурманит на три машины меня не всегда так снимают да я еще этим занимаюсь вот санька на больших колесах серьезный аппарат получился константин говорю пацанам на такие моменты снимает саня покажите ключ плюсом прикручивать опачки все у велосипеда был семейник а это не 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 воводческие чисто семейник семейник ну что я хочу сказать до перевала прошел бульдозер убрал сложные места поэтому едем с кайфом идет дождик и по поводу крокодила конечно это это кайф мерседес среди них мерседес не ну шевик примерно себя также ведет но то что длинная база прям кайфы отдыхаем заехали тут на одну отворотку доехали такой домик охотников тут будки для собак сделаны там хоз постройки разные здесь получается хижинка то есть любой момент можно приехать посидеть за столом потопить печку приготовить что-то ну то есть кухня там есть баня причем даже не по черному хорошая баня здесь когда осенью зимой здесь речка течет и получается сам сама хижина входим в дом здесь огромный стол такой я посидел бронзовые такие советские не помню как называется картина назовем огромная печка чтобы протопить эту всю избу и большие большие нары человек на 20 уж точно сейф оружейный стоит вот здесь сейчас все открыто проветривается поэтому нужно беречь это все люди за свои средства то все делали своими руками для тех кто приехал отдохнул посидел за столом естественно все бесплатно вот но чистоту и желательно приехать и что-то оставить это прям поощряется передохнем и поедем дальше в общем ребят ситуацию рассказываю перевал тоже бульдозер прошел колеи нет мокренькая жиденько но в целом все отлично едем с кайфом да 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 вот это вот спуск жестким у меня есть видео поставлю закрепленное слушайте ребята все дороги мы даже по верху пошли где жесткая ураловская колья была а сейчас будет здесь труба с фс кайф на речке и и и он налево потом нет того сразу в общем давно мы не были в лесу и многие дороги и прям многие дороги подровняли брали трубу убрали а сгладили но и дошли да 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 это это место нету вот здесь этот момент был гея на а вон труба вон и фс к и тут охренеть а все убрали вон она а шалить вот и труба вот и фс к да да а что же здесь будет в половоде сайка ты видишь брали да лес очень сильно поменялся и так доехали пофоткались что хочу сказать дорога до сейчас до новосадового от нового можно проехать даже сейчас на гражданской ниве на от резине будет интересно сложненько но в целом круто мы едем просто по лайту вообще саша все больше и больше спускает колеса чтобы они продавились промялись и разработались но пока это прям проблемки о единомышленники в лесу на уазе смотрим ходы подвески давай вот прям не давай 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 стоп да поздно сейчас вон на ширине подожди еще 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 оп не ну неплохо неплохо блин ну крокодил красавчик да поехали это 33 если что тут тоже все вот это очень интересно очень медленно пожалуйста стой давай еще 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 стой слушай ну прям очень хорошо прям очень хорошо а а ну сантиметров 30 меньше даже чуть-чуть давай вперед еще 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 дай полметра еще еще стой так ну очень неплохо тут тоже все хорошо вот работает это все саша сам сделал тут тоже вырезал слушай ну вообще нигде не задевает и тут по идее вывесилась но почти висит то есть это максимально все что оно смогло кайф немножко неправильная траектория сейчас задний мост ровно съедет сзади стопроцентно ну тут он ровно нормально дергается это из-за того что задняя стопроцентная и поэтому тяжковато ему все поехали дальше поумничали и хватит у нас приехал Олеша мы едем звонить по моему камера немножко грязная хе-хе-хе хе-хе я на Симби кстати не раз не ездил в таком конфиде что там у меня тут всякие трубочки винтики шпунтики кнопочки траливали сапоги сандалии и вот люди пешочком ходят молодцы не ну это нормальная ситуация где у тебя руки золотые дим мы что-то чиним да Димон ну что Димон что чиним вот мы это ТО это ТО было да ТОшечка проверили без заносов да? да просто проверил да все отлично 15 минут проверили он не гудел потом загудел и все а это что как загудел? загудел загудел не ну Симба хороша в лесу особенно вот на фоне скал на закате про двою так сказать пока не могу что? таксо как себя чувствует? таксо праздник тот же день второй поднимаемся в горы мы продолжаем ехать у нас поменялся день немножко мы сейчас поднялись на облигу к сожалению в дымке немножко море не видно там вот море все это синее вот пока поднимались у нас тепло прям жарко пацаны немножко нагрелись один вентилятор на шевике не работает сейчас починят там релюху поменяют сегодня едем очень интересный маршрут также вставлю ссылочку мы этот маршрут проезжали в другую сторону было закрытие сезона этим маршрутом а сегодня мы едем его на подъем это это прям этот маршрут после нас проехала одна машина больше я не знаю что потому кто ездил на машинах квадрики там проезжают я думаю у нас все получится ну в общем катим катим у нас прям все отлично а вот такой у нас красивый вид вот это корабль 741 метр уровня моря и вот такой вот вид на кавказские горы сделаю вот такую протяжку панораму внизу река пшада пшада поселок вот это вот карьер вот этот вот это уже возрождение геленджик и здесь на 360 такой вот обзор как я люблю эти вот пятьдесят осенка серого когда гребень гребень за ним еще один хребет этот кавказский хребет ребята спускаемся по по очень взлому серпантину на первой передаче вот такой вот такой рызлый и очень крутой и таких тут поворотов штук 14 по моему все димон у нас три машины александр на тридцать седьмых колесах поехал другим маршрутом вот в тестовом режиме не рискнул сюда ехать чтоб не порваться маршрут сложный влад уверенно чувствует себя за рулем не вы это первый его боевой выезд за рулем вот тут спортсмен тут вообще без проблем все и потихонечку вот туда вот вниз далеко далеко на речку в улан спускаемся продолжаем наш познавательный видеоблог вот мы на речке тут немножко греется что-то тюлени на водопое тюлени на водопое отлично отлично сказал ребята про ситуацию когда вы спрашиваете зачем мы снимаем в лесу номера а теперь объясняю у нас в лесу как бы это смешно не звучало но имеется видео наблюдения то есть на дереве где-то в окружности будет стоять фотоловушка есть просто участки проходящие через заповедные места или допустим водоохранная зона и там могут сфотографировать и потом прислать вам штраф поэтому мы вот такие злостные нарушители поганим эту природу вот олег вот сейчас в комментариях тебя все обоссут что ты типа там маслом капаешь в речку да вот хороший аргумент а еще ребята я вам хотел вот зря тут лесовоз не проезжает такой камаз да везет выпиленного такой кубометров 15 леса и дорогу не убивает он да в общем ребят это все двойные стандарты Димон а мы сейчас ехали видели в подъем видно грузовик сел какой-то прям вырывалось да 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 так и есть и так начинаются интересные моменты валяется дерево перекрыло нам дорогу надо короче Димон надо б**ть вот тут как-то проехать проедет проедет Димон вот сюда максимально старайся вправо не нет сильно еще сюда прям на меня старайся ать стоп нет итак первые сложности на меня а вот сюда надо выйти вон туда потихонечку сейчас стой сейчас левее вот спускайся ровно и потом еще еще да 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 и вот туда выскочить и Дим смотри нет не высоко вот это дерево которое ну большое да тебе перед ним направо получается сейчас давай проведи по и епа сейчас да сейчас ох да выруливай вот сюда стоп ох длинная Нива можно заднюю блоку подрубить вот сюда заезжай о кричу извините Дима чтоб слышал вот и туда смотри что там 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 просто ровно съезжай видишь меня чуть лево аккуратно просто ровно уф да 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 просто ровно Димон все отлично еще проходишь и выкручивай вот есть небольшие минусы крокодила что у него радиус разворота конечно большой вот вот еще да отлично ну немножко да ну на развороте возьми сложи чтоб тебе было сам знал куда да без проблем так ну Олегу вообще по барабану на трехдверке на 7 ашевик сейчас будем аккуратно ехать он тоже с силовыми бамперами и хорошо что не поехал с вами Саша на тридцать седьмых еще Влад посмотри на меня спустишься когда до середины уже когда вот только почувствуешь выкручивай влево и вот сюда к дереву я понял спокойней спокойней да шевик шевик чуть поменьше но и направо 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 вот Дима правильно подсказал машина со стопроцентной блокировкой поэтому тоже у нее не такая сильная маневренность давай давай просто там ровно спускайся нормально 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 ничего не зацепил ну что вот первом доставь на меня смотри сколько на меня направо трофисты ему даже подсказки не нужны ну и тут шевик спускается спускается о о олег ну что ты делаешь возьми ну ну тогда на блокировках заезжай вот сюда вот так вот а что блокировок не не установили да вот туда ровно между деревьями подожди подожди сейчас там уедет влад ровно выставляйся сюда да не он там упирается в дерево сбоку ну помьет наверное новую машину да димон ну 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 будем надеяться что это первое дерево и последнее на нашем пути но маршрут маршрут никто не ездил давно поэтому приходится блоку можешь выключить блоку выключить Олежа прям стравленный так хорошо а у кого 0,8? ага как будто меньше нет ну правая сзади я просто потравлю вот так я думал лесные прогулки бесценны это всегда эмоции и физическая нагрузка да старая дорога лежит дерево промойно опять объезжаем но тут уже до нас объездку сделали поэтому это не сдать чуть назад вот все 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 сильно даже ровно все нет не надо туда отлично димон а бру наверное сяду димон давно не рулил да крокодилом это удобнее полгода наверно точно и опыта в вождении нету на красный на си не на красный еще нормально потому что они больше чем на этом ездят а здесь все равно ну что грубо если б все короткие были ну да но слава богу у меня не все короткие а есть одна длинная а длинная это что? это сила длинная Нила это сила ой какая обездка там интересный момент что что-то рахтит нет у нас у меня все четко может я выйду подожди на одном газу без торма ровно чуть-чуть туда туда смотри чтоб не разбыл шевик пускай туда едет нет трехдверка есть трехдверка это квадроцикл с крышей отлично не надо не надо не надо залазить сильно ну зачем лёг бочиной прям сюда не надо вот и ровно давай нет сюда нет не уходи от стены чуть-чуть можно заправе вот то что шноркель мне на нивах не нравится давай 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 потом посмотрим давай 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 а уже лежит но машину царапать не боится но машину царапать не боится олег вам подровнял можете проезжать получается вчера когда заезжали ехали просто отдыхать то есть вообще не рубились ничего но уже когда вечерело когда приехал олег пообщались и такие ну давайте поедем по маршруту я говорю у меня есть один отличный где я давно хотел побывать и мы поехали сюда и у нас опять бревно опять дерево впереди вот такие вот деревья тут падают кто-то их распиливает а вон пенёк стояла и рухнула эта громадина одно из интереснейших мест это вот ручей получается вот это все ущелье он подъем наверх а мы на другой стороне раньше спускались вот по центру сейчас запишу вам такой общий план никогда так не снимал с такого ракурса хочу немножко вам передать хотя бы рельеф попробовать насколько это возможно димон без блокировки хотя заднюю бы я бы подрубил раньше там вот так дерево поперёк лежало натяжку с небольшой пробуксовкой заезжает было бы сыра это было бы лебедка с удлинителем скорее всего а то и несколько лебедок причем я думаю даже у спортивной нивы потому что тут глина тут такой покрытие когда она скользкая но просто как гололёд мы тут раньше спускались было так дерево и мы здесь вот лебедились чтобы выехать сюда мы здесь съехали да можно Беги-деки, беги-деки, беги-деки. Мы тут ехали. Дорога. Мы там ехали. Она уходит только так по хребту. Здесь гора. И там перекресток. И надо сюда, вот здесь дорога вторая. Нам сюда ехать. Там упало дерево большое. Я с Олегом до середины подъема сюда доехал. Прошел дальше на разведку. Сейчас будем пацанов сюда затаскивать. Но здесь половину они проедут. А еще 50 метров надо будет все-таки лебедочкой. Подлебедица. Но в целом это очень увлекательный аттракцион. Мы когда-нибудь принимались? 100 метров на 200. В смысле, идешь вроде 100 метров по карте, а проходишь по факту 200, потому что идешь вверх. А карта этого расстояния не учитывает. Она же тебе по прямой показывает, сколько идти. Тишковато. Так, почистили маршрут. Здесь одно место, где по-любому будет лебедка. Сейчас Олег первый, так как на самой легкой Ниве. Отлично. Отлично идет, Олег. Тише, 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 тише. Лево, лево, лево. Тихо. Ты, блядь, тут смотри. Давай лебедку. Колесами, колесами. Лево, лево, лево. Олег, красавчик. Он на маршруте. Пацаны там не стали рисковать. Нашли объездку дерева поваленного и сейчас должны приехать сюда. Вот мы, получается, ехали по тому хребту. По тому мы ехали? Да, мы там ехали. Там вот спустились вниз и поднялись вот сюда на хребет. Вот такой вот у нас маршрутик. 478 высота. 478. Но это пока только половинка. Поехали. И вот мы выезжаем к этому самому интересному месту. К изюминке этого маршрута. И в эту сторону я не знаю, чтобы кто-то на машине сюда заезжал. Вот один хребет, вот другой. Мы, получается, сейчас туда надо мимо ущелья проехать. Эх, да, хорошо. Короче, по-моему, я что-то переборщил с маршрутиком. Что-то я не помнил, что здесь такой спуск. Мы будем сейчас прыгать. Вот, получается, один гребень, вот второй, а тут ущелье. И нам надо вот по самому краешку проехать. Это такое интересное местечко. Но мне кажется, что как будто, как будто подниматься проще. Тут именно проблема в боковом крене. Быстро, быстро идет. Спокойней! Легче стало, намного легче стало. Мужчина, да? Мужчина, мужчина. Сразу, с первого раза. Ой, молодец. Ну, длинная база, длинная база, она не прыгает. Он вообще не прыгает. Смотри, как у него передок отрабатывает. У Димы хуже было. У Димы... Зря продал. Зря продал, говорит. И ступенечка. Отлично вообще. Оп, оп. А, что морда, типа рычаг? Может быть. Так, ну и спортивная. Пушка, гонка легкая. Поснимаю я пейзаж. Вот, сейчас вот коротыш будет козлить, мне кажется. Да нет, у него там здесь не стоит. Может, тоже, видишь. Но... Поднялось, поднялось. Да ты едь, машет он, ручка еще. Эть. Ох, как интересно бежать в гору за машиной. И вот тут еще камушки. И все. И мы проехали. Вот это да. Команда красавчиков. Никто не струсил. И проехали. Я... Мы этот маршрут проехали больше двух лет назад. И потом, по-моему, только одна машина проехала. Больше я не знаю. Но сейчас я скажу, что здесь проще, чем было. Вот с таким видом. Мы с ледом главный. Кавказский хребет. Все красавчики поднялись легко. Без потерь машины у нас вообще... А, ну там с винтами, да, были вопросы. Мы же вообще не ровно. Рылюшку поменялись. Ой, красота какая. Он вообще прям по кантику прошел. Он сразу идет. Опасненько, опасненько. Ты прям прошел на тоненького. Не, я тоже. Под размыва дорогу сделали. Ну, есть объездка, но мы не трусим. Вот он с чистыми колесами стоит. Ну что, друзья, вот на такой прекрасной ноте заканчиваем это видео. Сейчас там еще догоняет Симба. Вот. Это были отличные два дня. В отличной компании. Проехали сегодня отличный маршрут. Прям очень круто. Вот. Во второй половине, когда с хребта спускались, там еще и грязь немножко нашли. Но проехали все без проблем. Даже лебедок не было. Покушали, поужинали. Сейчас уже будем выезжать на асфальт. В общем, спасибо, что досмотрели это видео до этого момента. Поставили лайк или дизлайк. Вдруг вам не понравился лес. А нужно только соревнования. Хотя под соревнованиями вы обычно пишете. Давай лес, давай лес, давай лес. Вот. Скоро осень. Будет сыро. Будем кататься в лес. Напоминаю, что есть у нас и ВК теперь видео. И в Телеграме вся информация. В общем, до следующих встреч. Следующий будет спорт. 21-22 числа в Медведовске. Пока. Продолжение следует.